Сегодня проводим беседу между двумя Андреями, представляем Андрея Хаклова, с которым мы знакомы, наверное, с незапамятных времен, где-то года с 92-го, наверное. В цепочке строительства терроризма. Да, почти что, да. Еще она тогда не закончилась, а теперь она началась снова, поэтому есть повод для нового сотрудничества отметить, выпить чаю. Я помню и ценю Андрея Хаклова, не просто как мыслителя, но еще и как замечательного ироника. И я таких людей вообще особенно люблю и ценю, которые могут посмотреть на все, что происходит, с такой легкой отстраненностью, но с иронией не злобной, а такой веселой, а мне кажется очень доброй. Я такой добожелательный мизантроп. Вот что-то такое, и вот неординарные мысли Андрея Хаклова, которые тогда меня еще впечатляли, в начале 90-х. Сейчас меня впечатляют еще больше, потому что тогда я на срок все воспринимал, а за это время Андрей Хаклова стал замечательным эссеистом. Я в фейсбуке все время читаю, ну, практически все, что он пишет, такие короткие форматы, вот, и очень неординарные, остроумные. Я думаю, что многим было бы интересно это прочитать, и вообще постоянно читать. Вот еще одно мое воспоминание об иронии, это 93-й год, баррикады, удочки. Тогда еще как-то не очень использовали удочки в качестве древка для знамени, сейчас это уже дело такое обычное. А тогда я пришел на баррикады с удочками. Андрей Хаклова иронизировал меня этот счет. А там мне еще предполагалось ко мне, а не бросаться в ОМОН, что вообще буду делать это. Майя победитель, а Водка, Водка, ну, как-то. А я вспоминаю, что ответную иронию, несколько позже, когда я все время дожидал Андрею Хаклова написать статью в сборник «Русский строй» или «Неизбежность империи», не помню, один из двух этих сборников, он долго мучился, мучился, наконец принес мне листочки, написанные от руки, довольно ровным почерком, но так вкрепил в пояс с загибающими сроками и разными ручками. Синяя ручка закончилась, пошла зеленая ручка. Я все это как-то привел к нужному формату, и все это было опубликовано. Но с тех пор продвижение просто невероятное, то есть теперь искусство письменного слова, я вижу, что оно, может быть, сравнялось уже даже с искусством устного слова, которое раньше было на высоке, и сейчас, я думаю, что оно не покинуло уважаемого Андрея Анатольевича. Да, Андрея Анатольевича. Я помню, что тогда тоже в порядке иронии мы собирались создать клуб «Ариосов». Но все закончилось обсуждениями, самые ироничными, взаимоироничными. Клуб, в общем-то, в этом смысле и сосискал в обсуждении того, какой мог бы быть клуб, и что там вообще можно обсуждать. К нам никто не тряпнул. Мы опередили время, время. Честно, намного. Да, ну и вот сейчас тоже мы начали свою встречу, разговор с Таварского политических клуба, все вот эти тусовки, которые были еще 90-х годов, и, казалось бы, ну вот это такое неубиваемое стремление интеллигенции все время собираться за круглыми столами, что-то обсуждать, потом протоколы, стенограммы какие-то, хвалить друг друга, ругать друг друга, ненавидеть, но снова собираться, снова что-то обсуждать. Вот такое ощущение, что эта эпоха то ли закончилась, то ли она была не про нас и не для нас. Андрей Анатольевич, вы как раз от оберна не думаете? Да, я хотел, знаете, мне хотя бы начать вот с чего. Мы просто придем в интересную эпоху таких тотальных ракансирований. Это по-своему неплохо. Ну, что я имею в виду под ракансирование? Я вспоминаю как раз вот 90-е годы, о которых Андрей Анатольевич начал говорить. Было очень много иллюзий. Сейчас легко уже в дистанции об этом говорить. Когда это все переживалось достаточно эмоционально, были иллюзии о том, что вот посривешь вот эту советскую, такой налет советский, как будто эта грязь такая засохла на теле, русская начальство. Это все спадет, и вот как раз начнут появляться такие будут русские богатыри Добрыни, там, и Алеша Коповича. Они как-то не выходили. Ну, хорошо, мы тогда подумали, что еще не время, потому что слишком долго был бушевизм, и бушевизм это все-таки серьезное такое враждебное мировоззрение. Это не просто идеология, это мировоззрение и практики, которые разрушили вот эти вот национальные дела и фактически в нужное время пока сформируется из хаоса, что такое, сказать, более-более серьезное. Но проходило время, мы видим, что на полицейском Олимпии оказывались в основном одни вердатцы. Мы тоже пытались объяснять это по-разному, что это негативный отбор, он должен закончиться. И сейчас вот где-то, я как полагал, что из глубины России, из регионов, вот сейчас принес, кстати, это тоже Алеша Коповича, сомневают вот эту свою такую коррумпированную группу, и вот, как бы сказать, у нас снова будет такая вот идея. Ничего этого не случилось. И когда, как я стал задумываться о том, в чем же причина этого, некоторые, некоторые кого, я помню, по тем временам, в последствии очень сильно изменились. Кто-то озлобился, кто-то, в принципе, шел на такие ростовские полиции, веих о том, что, ну, это, видимо, правые оппоненты в наших 90-х годах, что, так сказать, не... вот Советчина — это не просто какой-то нарост, не просто какая-то грязь на теле национальным, это, собственно, суть, душа как раз вот русского человека. И поэтому, раз это так, то мы выписываем... Ну, как бы, про Советчину, вот, в конце концов, который не отрекается, а, наоборот, считается, там, какой-то золотой век был. Конечно. То есть все забыть и объявить золотым веком то, что даже рядом не лежало. Да, да. Общественное мнение и так далее. И очень напоминает все это свидетельство. И поэтому непонятно, отчего они злобятся, советские люди, бывшие русские, когда у них все то же самое, у них даже, как и про образ Сталина в Кремле, сядет, чего они беспокоятся. Да, это вот очень интересно, потому что, с одной стороны, понятно, что ждать быстрого изменения невозможно, потому что, ну, скажем, вот, легко говорить при Балке. У них, кто-то, это 40 лет, и то они, как бы, посчитали, что это во все виноваты русские, поэтому их национальная консолидация стала по такому, несколько агрессивному, этническому, этнополитическому принципу, что российская советская власть и русская власть это одно и то же. Мы, вот, были с временем оккупированы, и поэтому национально-освободительное движение наконец-то победило, и мы, вот, завоевали свои независимые. Русским людям было очень сложно сформулировать такую четкую, ясную политическую позицию, потому что, с одной стороны, надо было как-то объяснять случившиеся катастрофы 2017 года, и до сих пор, несмотря на огромное количество фактов, там существует много интерпретаций, и пока нет какого-то единого понимания вот этой катастрофы. А потом надо было объяснить, в конце концов, как отделить советское от русского, от русского. И когда даже сам термин, сам термин русофобия, на самом деле, он придумал Сталина. Не тютчик, но он как бы это все вовне, выходит, где-то там, в Европе. Да, он употребил просто термин. А вот как политический концерт, это был, конечно, это Сталинский термин, и он означает совершенно конкретные понятия, то есть, что молодая советская культура в конце врагов, и поэтому, собственно, те, кто враждебно относится к коммунизму, к советскому коммунизму, то есть, это вот как раз и есть русофобия. Потому что для тогдашних, собственно, правителей было очень важно показать, что НКВД, русский народ и советская власть, это есть неразрывное и единое целое. И поэтому, что все, что советская власть с тобой делает, она делает не просто от лица народа, это голос, а не просто рупор самого народа. И поэтому, в этом смысле, русофобия, являемая в терминском ключе совершенно, это конкретный концерт. Я бы не считаю, когда мы говорим о такой целенаправленной, даже не ненависти, а страхе перед, так сказать, русской нацией, перед ее потенциалом, возможностями, даже перед будущим, еще неопределенным, что-то неясным. Вот этот страх, который существует в различных кругах, как внутри России, так и за рубежом, это, конечно, антирусский. И если вот такое зоологическая, антирусская позиция, она иногда прибыляет в политический форекс. Хотя, иногда правы те, кто утверждают, что, скажем, некая западная позиция негативная в отношении власти в России, не означает, что они испытывают какие-то глубинные, ненавистнические комплексы в отношении к нам. Это не всегда так. То есть мы имеем дело с тремя совершенно иногда не связанными, так сказать, комплексами. Это комплекс того, что мы непонятны, и мы даем повод этой непонятности и вызываем нужное впечатление у западного обывателя, потому что мы вроде бы как-то европейцы, но мы настаиваем на какой-то своей, так сказать, отдельности. За нами стоит Азия, и мы часть Азии в поле, так сказать, между сферум нашим государством. Мы постоянно оказываемся в поле экспериментов, которое пугает еще больше западного обывателя. И это порождает, конечно, определенную недоверность нам. Тем более, мы же не называли себя сразу радиаторами, потому что то и не было к нам вопросов. Но мы же как бы не называем, так тоже время говорим, что мы хотим эту Европу изменить. То есть такое похищение Европы, что еще больше, как бы, взрывает... Ну, заменили пол Европы, да, да, да. и теперь изменили эту территорию, и теперь, как бы, вдруг они и дальше уже ходили, да, и Париж, и Берлин выбрали, вот, а вдруг, даже я тут прочитал такую концепцию, что, вообще-то, Сталин собирался всю Европу выливать, но вот так атомная бомба помешала, а так, в общем, он дошел бы до Испании, и так далее. Свидетельствует таковых фактов нет, но то, что армия была подготовлена и стояла под парами, и ее, как бы, не хотели распускать, понятно, что, конечно, надо было двигаться дальше, по мнению, как раз, и Сталин, и поэтому, вполне возможно, могли бы дойти до Испании, и американцы бы, не могли бы мешать. Но, вот, как бы, возвращаясь к этим комплексам, то есть, мы должны понять вот эту вот страч, естественную страч из-за этого развития. С другой стороны, существует, конечно, геополитика. Вот, как бы ни смеялись над этим термином многие эксперты, которые говорят, геополитика, это вот, это опять конспирология, 19-й век, там сейчас все изменилось, это все, геополитика, это какие-то сказки. Ну, вот, мы убеждаемся в том, что, когда дело доходит до каких-то простых вещей, геополитика, каким-то образом начинает присутствовать. Ну, даже вот, это смешно, предложение Трампа купить Буринландию, это штука, как не о геополитике. Хорошо, вам не нравится термин, но заявите, как ты начал, что это? А, глубинное государство, как это назвать, это что это? мы знаем, национальные правительства, причем здесь глубинное государство. Как это, если в эту систему не геополитического строительства? Наконец, почему существует устойчивое неприятие России как политического целого? Это, в общем, это не является русской богией, это не является, может быть, даже антирусским таким проявлением, но это совершенно последовательная концепция, которая предполагает существование мира, в котором нет места России. Это, это... как государство, причем, не смиряются как с тем, что пусть Россия будет как страна, да, как, да, некая территория, которая как-то оформлена политически, чтобы люди не разбегались. да, ну, чтобы там минимум законов соблюдали, какие-то экономические правила, да, ну, вот именно как... То есть, у себя уже государство как-то второй план тихонечко отодвинули, а теперь не, вы слишком хотите быть государством, и причем самые разные силы, интересно, какую бы идеологию ни выдвигали, пусть самую интернационалистскую, коммунизм, гидрализм, все равно они и в рамках этих идеологий все равно супергосударства сняют все равно самые жесткие меры против своих, и так далее. Все равно это остается как какая-то доминанта независимости от идеологических непочтений. И это, конечно, не может не пугать, честно сказать, и нас тоже пугает, то есть обычный организм, пугает вот это вот сверхсел государства, хотя могут через колено сломать, и даже не будешь понимать за что. А просто ты вот где-то что-то сказал, где-то неправильные поступки, и все, и твоя судьба оказывается на каком-то переломе, непонятно кем ломается вот это глубинное государство с приемами НКВД, и оно начинает действовать против обычного человека, не против запада вот с того, кто-то живет рядом с тобой или против того, или с самого себя. Я думаю, отчасти, может быть, наше поколение политологов как раз и попало под вот эту машину. Ну, как сказали, давайте там, наука, это свобода мысли, свобода слова, ну, и поколение, целое поколение нашло себе в этом какой-то интерес. И вдруг это все начали ломать, почему-то не объявляют, что это теперь нельзя, а просто начали крушить. Ну, фактически как наука, политология и как профессия политтехнология все это исчезло. Это стали уже такие вот бюрократические посты для пропагандистов и для организаторов политического процесса, не свободно формирующегося, а заданного где-то вот там за кулисами, причем тоже с необъявленными целями. Вот, и я думаю, что как раз наше поколение попало в эту ситуацию, когда вроде мы тогда, в начале 90-х, выбирали свою профессию, выбирали там направление исследований и потом не понимали, что происходит, и сейчас вот пришли к тому, что вот это глубинно непонятное для нас государство имеет совершенно другие установки, отличные от законодательства, которое легально объявлено, отличные от политических деклараций, отличные вообще от всего того, что объявлялось государственной властью, законодательства, правопорядка. То есть реальная жизнь оказалась не имеет ничего общего с этим. Я думаю, что и на Западе есть аналог, но там нет такой жесткости. И когда они смотрят на жесткость в нас дома, они ужасаются, потому что думают, ну от этих можно ждать все, что угодно. Они же ничего не объявляют открыто. Да, конечно. Так что по голове можно получить, могут дать не только своим у себя Россией, но и нам несчастным здесь может достаться. Ну конечно, вот это вранье, которое началось не сейчас, это вранье было частью политической доктрины раннего большевизма. Давайте там что-то лукавить. Вот регистрация офицеров, которая началась в 2018 году, они приходили, а потом уже там поставили обещание омнивить. Это постоянно. Все считали, что это просто набор случая. Это не является, это не может быть частью идеологии, но нет, это были частью идеологии. Мы видим это сейчас, когда неосоветизм наконец-то сейчас поднимает голову, не как возрождение такой советичной классической коммунизма, нет, просто изъяли коммунизм, мы туда насовали компот из разных слоганов, из разных идеологий, оставили такую неолиберальную, немножко такую калькатурную экономику, и, собственно говоря, сказали, вот, пожалуйста, оставили патриотическую кальтурику, но вранье осталось как суть этой доктрины, и поэтому действительно западные парни тоже в некотором недовременении, они понимают, как с нами иметь дело. Мы сами не понимаем, как с ними иметь дело, да? То есть, если заложен лукас, то мы не можем верить ни одному слову, что бы нам ни говорили, с трибуны, или частным образом пытаясь с кем-то договориться, правила неизвестны, но ты не знаешь, с какой стороны получишь что-то убийство, если ты шлипок, да, и что там происходит за кулисами, невозможно понять, поэтому сейчас как бы вся мысль политическая или там философская, она уходит как-то под спуд тоже, там, вот есть под спудно существующее государство и под спудно существующее общество, которым тоже публика широко не оповещена и не знает, и получается, что отдельно существует публика, отдельно существует квази-государство и отдельно существует то, что должно быть И получается такой расчлененный субъект, расчлененка, которая сам себя не осознает и не понимает, а какое вообще будущее может быть, с чем вообще выходить. Можно ли выйти к людям или можно ли пообещать что-то на выборах? Зачем вообще что-то обещать, если на выборах нет ни одного ответственного субъекта? Да, субъекта вообще нет, так сказать. Более того, ведь здесь же анонимность, вот эта политическая анонимность, или так называемые неформальные политические отношения, это тоже часть вот этого очень интересного, странного образования, которое иногда называют гибридным. Мне не нравится слово, потому что оно ничего не означает, его нельзя никак интерпретировать. Ну гибридное, там, семерическое. Когда у нас не хватает слов описать явления, мы используем вот такие вот эйфемизмы. Там пост-история, там какой-то там неосоветизм. Ну, понимаете, проблема политического языка, она есть. Мы все время учили, с детства, я помню, хватит болтать, давайте работать. Меньше слов, больше делаем. Это сейчас постоянно в качестве комментариев к любому материалу. Да. Хватит болтать, сколько можно болтать. Так займитесь чем-нибудь. Вы сами-то болтаете. Болтая, крики, тише, 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 заглушали тишину. Да, да, да. Это тот самый случай. Болтуны говорят, хватит болтать. Конечно. Причем самое ужасное даже не в этом, а в том, что пусть по себе там говорили. Проблема в том, что как только случаются какие-то, так сказать, кризисы в стране, то у нас не хватает слов, чтобы это описать и понять. Вот вам, так сказать, антиномия между работой и словами. Чем больше люди будут говорить, тем скорее у нас появится адекватный реальность и политический язык. Появится инструмент описания. Хотя бы понимать начнем друг друга. Сначала не будем понимать, но пока говоришь, но это вот и принцип обучения языку обычный, да? Надо говорить, ошибаться, говорить. Конечно, конечно. Замечать, что ты не понимаешь партнера, что он тебя не понял, стараться объясниться. И в конце концов это происходит. Пока нет слова между людьми, то не формируется и общество. Понятно, что, собственно говоря, русское государство возникло, так сказать, из слов, если уж так на это пошло. Мы к этому вернемся сейчас, я поясню, что я имею в виду. Но вот как раз хотел бы немного вернуться к тому, о чем Андрей стал говорить. Это очень важно. Понимаете, соблазн эрхотизма, вот этого такого религии государства, это всегда некий такой вызов для любого национального высвища русского человека. И, к сожалению, эта проблема, она до сих пор не преодолена. Потому что русское национальное возрождение, оно как-то немыслимо вне государства, то есть вне государственного подхода, вне тех рамочек, в которых нация может существовать. И делая вот этих рамок, говорите, что нет, государство враждебное, а нация, вот она как бы вне государства. Это все превращается в секту, либо в кружок любомудров, которых тоже никто не понимает, они между собой там что-то ведут разговоры. Вот мы наблюдаем в нашей новейшей истории вот эту инволюцию национально-демократической идеи, которая так ярко вспыхнула в начале 2000-х. Там появлялись какие-то журналы, там появилось поколение молодых интеллектуалов, на них возлагали какие-то надежды, что это будет что-то новое, такой респектабельный национализм, какого-то даже европейского масштаба. Ну и в итоге все это, как бы сказать, завершилось опять только активно. Это вот как раз благодаря тому, что ответа на этакийский вызов у нас пока нет. Ведь это было связано, вот и причину этого я вижу, конечно, в 19 веке, когда был шанс сформировать именно русскую идею, такую, которая могла бы консолидировать не просто нацию, но и дать какой-то свой ответ на многие вызовы как тогдашней политике, так и будущей политике, и не бежать революции, это были, конечно, ранние условия надежды. При всем, надо сказать, при всех оговорках, что там, сколько там они там заблуждались и как-то увлекались и так далее. Но из-за того, что именно государство в лице тогдашнего правительства крайне подозрительно относилось к любым русским начинаниям, потому что им нужно было решать вопросы подданных, а русская нация всегда это некое было подозрение, что это такие скрытые республиканцы, то есть это такие революционеры, которые хотят быть изнутри революции. Французские националисты, которые совершили страшный погром во время Великой Французской революции. Да, тем более XIX век – это век национализмов. Особенно Европа возникала... Может быть, здесь немножко опоздал процесс выделения из литературы философии, в том числе и политической философии, потому что она родилась, но уже было поздно, уже процессы обогнали, процессы национального строительства, они вроде бы шли, но они не имели никакой внятной направленности. А потом их подхватили большевики. Дальше советская власть, в которой ничего советского не было, была коммунистическая революция, она использовала стремление образованного человека, все становятся образованы, всеобщая грамотность, это как бы по ветре общей мировой, все стали грамотными, и стремление быть нацией было использовано большевиками, а царская власть не успела, вот этот момент, ну, как бы история не позволила. И вот этот конфликт, он до сих пор остается, стремление быть нацией есть, а государство уже как бы... Оно антинациональное. Да, в таком ретроградном состоянии находится, что он все еще продолжает не понимать, что должно быть национальное строительство, и это есть опора, то есть наоборот продолжается противостояние. Вы и мы, мы это отдельный такой замкнутый клуб, там он меняется, кого-то там отбирает извне, кого-то изгоняет, не важно, но это замкнутый клуб. И есть вы все остальные, мы вами помыкаем, мы вами управляем. Нет, конечно, безусловно, но это мы как бы забегаем вперед, мы уже подошли к большевикам, а если говорить как раз о каких-то истоках вот этого соблазна, русского соблазна, то с одной стороны, значит, мы имеем в виду власть, которая с подозрением относилась к любой политической самодеятельности, направленной на русское самосознание. С другой стороны, мы имеем как раз такую космополитическую группу революционных демократов, которые считали, что они паяли страх перед этой темной массой, огромной крестьянской массой, которую они не понимали, и они стремились найти опору вовне, такое экстерриториальное реформаторство, которое, может быть, было по своим каким-то внутренним интенсиям и очень искренним, и даже, так сказать, патриотичным, но в силу того, что они искали опору вне самой России, то получилось, что, так сказать, они стали воевать именно с самой Россией. Вот Герцен, там замечательные такие вот люди, которые, как бы к ним ни относиться, так сказать, к политическим воззрениям, это фигуры трагические, так сказать, но делается очень много для русской мысли, даже в своих заблуждениях они для нас сейчас ценны. Но вот именно вот эта война, их война с позиции какого-то воображаемого субъекта, который находится вне государства, эта война за государством, с властью заложила вот эти какие-то основы будущих катаклизмов, которые случились в начале 20 века. Но, с другой стороны, как раз, когда вот эти две силы, с одной стороны, официальные государственные власть и религиозно-демократы, то есть, как это так называемое общество, тогдашние архивы, как-то объединились в своем неприятии слонофильской идее, то, собственно говоря, и получилось, что дальше все закончилось к откожам. И уже поздний слонофилы, это, конечно, такой эхотизм, это уже не подозрение, не подозрительное отношение к любой какой-то самодеятельности политической, но это просто религия государства. И вот с этого момента на арене остаются две силы. Это российское общество, так называемое образованное общество, которое, так сказать, стараниями Герцена окончательно оформилось в такую антиэтотическую силу, которая боролась с самодержавием, как вообще с государством, не понимая, что они пили в суп, на котором сидят. И ведь значительная часть образованных людей именно шла на подвиг именно в эту разрушительную, скажем, волну. А им противостояла как раз очень такая, скажем, странная аморфная сила, которая поддерживала эхотизм, которая говорила о том, что не надо бы даже вот замечательный Леонтьев, Константин, потрясающий мыслитель, который тоже не увидел повода выхода. Он предлагал подморозить Россию, остановить эти процессы. Давайте подождем, когда что-то сформируется внутри национального организма. Но уже, как правильно Андрей сказал, уже, во-первых, уровень образования повысился, во-вторых, все-таки русское общество сформировалось к концу 19 века, и уже к началу 20 века, конечно, эта общество стала расходиться с русской властью, с самодержавием. Я иногда так думаю, что вот если бы у государя был бы какой-то такой советник, который мог ему уже сказать, что государь, если мы не можем обуздать революционную волну, давайте ее возглавим. И вот, собственно говоря, какой-нибудь манифест, который даровал бы 8-часовый рабочий день, который бы там, что это значит... Там была же такая затея с участием Распутина, они просто не успели, война началась. Ну, Распутина, когда это все было как-то... Нет, ну там все-таки вокруг него, там толпы из людей, которые говорили, надо такое фиктивное восстание устроить, и его подавить. А потом... А, нет, это во время войны было. И используется это как повод, во-первых, выйти из войны, во-вторых, уничтожить все вот эти революционные гнезда, а, в-третьих, провести те самые реформы, которые необходимы, которые там наполовину у тех же самых революционных гнезда можно было бы взять. Тогда было бы и государство спасено, и реформы проведены, и общество консолидировалось, все было бы нормально. Но, к сожалению, просто история нам не предоставила. Да, история нам такое не предоставила. Этот срыв был, конечно... До сих пор мы его плохо все осознаем, сказать, я думаю, что эта катастрофа должна быть осознана простых и выражена простыми терминами. что национальная Россия в 17-м году погибла. И погибла она в момент, когда вот это мутное дело вокруг отлетения государя произошло, сказать, в этот момент национальная Россия перестала существовать. И как бы мы бы не хотели бы, не желали бы, что, сказать, как бы многие мигранты думали о том, что да нет, вот мы все-таки, сказать, из-за звезд большевиков потом вот люди увидят и позовут это белое вольство, и своим подвигом мы как-то можем вдохновить народ. Вот мы увидели, что, собственно говоря, те, кто так в это верил и шли через границу, через чертополоха, они все погибли. И ничего не произошло. Второй была волна ожиданий, когда думали, что после победы над Германией люди увидят, как, вот, что происходит на Западе, как люди живут в Европе. Они не захотят, они поймут, что их им врали, их обманывали, над ними издевались, их убергли какое-то рабство, и они сметут это, так сказать, Сталина. Собственно, я думаю, что во многом здесь, конечно, и вот эти иллюзии, эти трагические иллюзии как раз тех, кто решил использовать немцев как некую такую силу, союзную силу, так сказать, для русского национального движения. Пометуя о том, что вот после Первой мировой войны, как раз вот в период Гражданской войны, были какие-то там вот нерациональные расчеты. Ну, да, что имперская Германия спасет имперскую Россию, естественный союз русских и германцев состоится, но все это осталось иллюзиями, и уже, а на сегодняшний момент уже ни русского национального организма, ни немецкого национального организма нет. И как они вообще могут восстановиться, это большая загадка. То есть так теоретически мы можем смоделировать, как это могло бы быть, но реальная жизнь не предоставляет пока ни одного реального механизма, ну, кроме как-то такого фантастического, вот, меняется все, приходит национальный диктатор, и все устанавливает так, как должно быть. То есть мечта эта остается, я думаю, может быть, это единственный такой более или менее рациональный выход. Не какая там не демократия, то есть тут как раз использование сверхэтатизма против этатизма, то есть разгром этатистской бюрократии, совершенно лишенный национального мировоззрения, с помощью сверхгосударства, которое потом должно этот диктаторский режим, режим управления, диктаторский режим управления, смягчить, смягчить до нормальных условий существования нации. И там милая многим многопартийность снова восстановится, и гражданское общество, и общественное мнение, и определенное противостояние между правящими кругами и критикующим обществом, все это как бы восстановится. Но для того, чтобы столкнуть мертвой точки нынешнего состояния, нужно какое-то чудо, явление национального диктатора. Ну да, это отчасти такие надежды возлагали на Корнилова в свое время. Я скептически отношусь к этой идее, потому что я считаю, что такой этатизм как клин клином выбивать, то есть еще большим сверхэтатизмом выбить этатизм невозможно, потому что здесь мы не учитываем психологический фактор. Дело в том, что те, кто будет находиться в системе сверхэтатизма, это, в общем-то, те же самые люди, которые сейчас находятся в таком мягком этатизме, находятся в себя, являются бенефициарами этого этатизма, прекрасно себя чувствуют, и как раз совершенно не собираются никак меняться, и что-то там, так сказать, смягчать. А не наоборот, их задача создать такое сословное, псевдосословное государство, в котором бы они имели пожизненные привилегии и передавали бы их по наследству. Поэтому политика здесь сталкивается с психологией. Это как говорят обычно, что удостоенствует христианство и недостоинствует христиан. То есть для того, чтобы сверхэтатизм смог стать тем самым чудом, для этого должны быть подготовлены такая рыцарская элита, готовая к самопожертвованию. Но такой элиты как бы нет. Более того, время таких решений авторитарных, оно тоже прошло. Смотрите, в последний раз то, что мы называем сейчас корпоративизмом, это как раз вот Франко, Салазар, отчасти черные полковники в Греции. Все это закончилось крайне грустно. Самое мягкое это было в Португалии, но они закончились опять апрельскими капитанами. Но даже если предположить, что такой сценарий возможен в России, то где эти наши апрельские капитаны? Я помню, вот еще в середине 90-х мы очень как бы надеялись на приход военных. Потому что, ну как же мы, офицерская честь, присяга, воинский дух и прочее. Вот были надежды на генерала Гебедя. И каждый раз мы убеждались в том, что все заканчивается каким-то странным выдевилем. А ведь сменилось уже не просто какие-то там поколения, сменились даже целые вот эти форматы. Сначала хотели крепких хозяйственников. Уж крепкие хозяйственники-то они знают, они вот разгонят вот этих неверш, малолетник, реформатов. Пошел Черноморец. Пошел Черноморец, значит. Дальше, значит, потом, ну хорошо, ладно. Типа красные дектора, вот они советского воспитания, они там коррумпируются быстро, они хотят там, сказать, тоже не вечно существовать, чтобы их внуки богатенствовали и прочее. Ладно, ну вот военная, значит, армия пострадала, все, над ним издеваются. Это же вот кость, это вот элита. Вот, так сказать, мы видели эту элиту там, а чеченские войны, это же вообще просто кошмар. Было вот это издевательство над солдатами, вот эти вот какие-то жуткие, уже забытые ныне всякие поговорки и словечки, типа махра, вот этих призывников, когда, значит, махру пошлем, там, сказать, на убой. Они же все равно, там, сказать, не женаты, ничего, а у нас тут семьи, у нас, так сказать, будущее. Все это вот эта вот темная такая гадкая сторона вот этих всех событий, она как-то сейчас вот ее камуфлирует. Но не надо это все забывать, надо понимать, что военные не стали той самой кастой, пусть даже они бы проиграли в итоге, как это случилось там и в Испании, и в Португалии, пусть даже они казались бы там каким-то совершенно отвратительными типами, как там черные полковники в Греции, но там везде это была каста, это была элита, и она осознавала себя элитой, и была готова вести политическую борьбу. У нас военные не были этой кастой, и не являются, и сейчас они не являются никакой, сказать, особой кастой, группой, которая способна к политическому действию. Да, надо вот привести примеры отношения к полковнику Буданову, да, которого в ритуальный жертву превратили. Никто из своих за него не заступился, кроме генерала Шаманова, которым там через ее шутку пожал руку, или полковник Квачков, которого посадили на столько лет. Где все эти офицеры ГРУ, которые, ну хотя бы как-то, хотя бы пусть обставники бы выступили и сказали, это наш арабит, мы там требуем освобождения, так я не хочу хоть что-нибудь, ничего не было. И действительно, понятно, что легко быть героем на поле брани, когда на тебя все смотрят, когда твои подвиги оценивают орденами или хотя бы светлые памятники, и так трудно быть героем ситуации гражданской, когда, наоборот, тебя будут всячески дискриментировать и будут выискивать в твоем поведении все самые негативные стороны, чтобы представить тебя каким-то озлобленным идиотом. Конечно. Ну вот, может быть, мы, просто мы с тобой, наверное, не видели, будем надеяться, что, наверное, тонны, наверное, открытых писем, наверное, существует, когда военные писали в защиту Квачкова и Буданова, просто нам это не показали. Может быть, наша аудитория утешит тем, что, скажете, это просто тонны где-то, они там в вагонах где-то хранятся. Не дошли до адресата, может быть, да. Прям целыми дивизиями писали, просто, скажем, вот, слали в защиту, и все. А вот какие-то вот злые люди в окружении там, соответственно, сказать, Путина, вот они не дали дохода вот этим документам, складировали их там все это и все. Ну, потом, собственно говоря, сказать, значит, кое-кто даже разлагал надежду на чекиста, что чекисты уже не те, это уже, так сказать, значит, это же не КГБ, это уже новые, это вот такие защитники, они стоят на страже в эмоциональной безопасности. Вот. Мы получили как кооператив Ультера. И вот я думаю, когда же, наконец, закончится вот это, вот, так сказать, наивное ожидание, что откуда, так сказать, не весь откуда, из 39-го царства, появится какая-то группа, которая вдруг, неожиданно, значит, значит, совершит какое-то чудо. Нет. Всех, кого мы можем себе представить в будущем, все мы видим сейчас. Мы понимаем то, что происходит и в регионах, и не будем тоже обольщаться насчет того, что в регионах так обозревает какая-то настоящая Руссия. Ну да, вот на Безрыбье появляется шаман, который идет, и на него все смотрят, ну, реально смотрят, как на Спасителя. Не как на какой-то анекдот, когда можно там посмеяться и посудачить. Конечно. А вот реально ощущают какую-то возможность, чудо. Вот. И при полном отсутствии вот этой субъектности, как национальной, так и политической, вот появляется политический субъект, в виде человека с бубном, и там за ним начинают цепочкой выстраиваться какие-то другие недосубъекты. Это политический, обратите внимание, ведь в это же время совершенно аналогичная ситуация произошла в Америке, когда кто-то из таких вот юмористов объявил о том, что будем штурмовать зомби-51, чтобы освободить инопланетяна. И вот они же действительно приехали туда, ну, это была просто футка, это все понимали, там просто какой-то один сумасшедший генерал, там, так сказать, что-то в твит-твит написал, что, значит, он будет расстреливать, кто будет штурмовать эту зону-51. Ну вот, ну, его тут же, как бы, сказать, конечно, поправили, ведь на пенсию отправили, но у нас это все приобретает, вот этот выдивиль, он приобретает какие-то совершенно, так сказать, формы политического действия, что вот этот шаман несчастный, который, может быть, нездоров к тому же психически, он в итоге стал субъектом политического процесса. Он поставил, и он повлиял на этот процесс, мы еще не знаем этих последствий, потому что, фактически, ведь как это все выглядит, что шаман заявил о том, что в его руках метафизическое оружие, как ты сказал, и он борется с метафизическим злом. И вместо того, чтобы, там, сказать, как-то посмеяться, вот другая умная власть, она что сделала бы? Она как бы так вот и все это свела бы. Выставил бы другого мистика такого, который бы его... Да, да, да. Битву экстрасенсов пригласил бы его там куда-нибудь. Так они на полном серьезе, сказать, там с бронетранспортерами, перекрывали дороги, там этих там всех, там, сказать, арестовали, профилактировали. Ну, то есть, на одном уровне, вот, чудачество общественников и чудачество так называемой власти, они находятся на одном уровне, таком инфантильном, совершенно детском, но все это оборачивается трагедически. Ну, вообще злобно, конечно. Это, так сказать, это все, как и шутки. Вот, смотрите, вот мы, значит, первого серьезного русского соблазна, это как раз это эдотизм, неопределенный эдотизм, что мы слишком возлагаем надежды на вот какую-то, так сказать, диктатуру, которая может что-то, так сказать, изменить в нашей жизни. И не говорим, как раз, о самоуправлении. Потому что, в конце концов, ну, вот, допустим, представляете, что в какой-то момент русские останутся одни. Нет ни государства, ничего, мы просто одни, все остальные, там, сказать, превратились в зонди. Вот что мы будем делать, как-то сказать? Мы будем выбирать себе, там, сказать, диктатора, вождя, там. А он нас всех погубит, просто, так сказать. Мы тоже, скажем, станете зомбаками. Сказать, вот, как раз я посмотрел в сторону вот этих вот переселений, американских переселенцев. Нам снова придется, как бы, сказать, заселять вот эту ледяную русскую пустыню, потому что, ну, а что делать? Как еще выживать? Нет никаких этих эфичных диктаторов. Никакой индра не появится сейчас. Я думаю, что и ожидать какого-то честнейшего рыцарского поведения от элит, тоже это, скажем, большая иллюзия. И надо поправше от этих инфантильных иллюзий отказываться. То есть, кроме нас, нет никого. Там у государя был, там, армия и флот, по крайней мере, на кого он мог полагаться. У нас даже этого нет. Мы, наконец-то, остались наедине с своей судьбой. Это важный момент. Вот кроме вот этатизма, второй, конечно, момент. Это то, что сама власть, которая не развивается, а мутирует. И эта власть предпочитает, приобретать именно антинациональные формы и реализовывать антинациональные практики. Не потому, что, я думаю, какие-то они стратегии или злобные антирусские элементы проникли в их среду. Они просто сами отказываются по каким-то внутренним психологическим комплексам, которые, думаю, что они касаются и всех остальных. И у нас тоже они наверняка есть. Потому что это же власть берется тоже из нас самих, из недорообщества. Вот они все поискакивали, и теперь мы их считаем какими-то демонами. Ну, как это же вот все русское общество. Вот они так все сидят. И вот эти как раз обычные русские люди, которые ведут совершенно себя антинационально, они себя ведут именно потому, что они не верят в легитимность национального государства. Они не жили в этом на самом деле. Они также сомневаются в том, что 17-й год, это, конечно, бандитский переворот. Кабару, ни что, в специальных трибуне говорили о том, что вот это новое совершенно, это необыкновенно, мы развиваемся, что вот нельзя говорить о том, что, так сказать, там вот революция, это переворот. Нет, народ все-таки, вот, сказать, субъект, народ, источник власти. Они сами в это не верят. Они не верят в себя. Поэтому главный сейчас политический принцип и посыл, вот именно, скажем, западу, вообще всему миру от Российской Федерации, это давайте нас уважать. Мы требуем себе уважения. Понимаете, человек, который сам себя уважает, он не будет так говорить. Он просто так все, он ведет себя, как уважаемый человек. Да, его все уважают. Андрей Анатольевич, я предлагаю на первый раз закончить, что сколько-то там, 40 минут уже, ну, там, 3-4 часа мы поговорили, это как бы вот такая свободная ариасовская беседа, очерк эпохи, да? И завершает первую беседу. Я передаю книжки, которые я хотел представить. Да, вот это очень. Одна такая сумрачная тень Беса называется. И оформлена прекрасно. Вот. И вторая, это, да, это Великая Россия и ее заклятые друзья. Это как раз, ну, это, как бы, это очерк эпохи за два века, а это, ну, там, за полтора десятилетия, может быть, или даже поменьше. Ну, вообще, я хочу сказать так, хочу поблагодарить Андрея и сказать вот всем, вот я присоединяюсь, потому что вот я чувствую себя, испытываю большое чувство стыда. Вообще, мы все подавлены вот этим, так сказать, работоспособностью, индивидуальной мощью Андрея, потому что, сказать, вот вместо того, чтобы вот какой-то болтать, как мы это делаем, сказать, значит, вот человек написал огромное количество, у него 40 монографий. Вот кто сейчас смотрит это все, сказать, у кого есть хотя бы там две монографии? Ну, кто-то подумает, ужас-то какой, значит, сколько сил в пустую потрачено, а кто-то скажет, ну, и зачем ты этим занимался, много букв, кто это будет читать? Ну, кто-то, кто-то, может быть, будет неважно. Есть то, что говорится устно, есть то, что пишется письменно. Мы, на самом деле, когда говорим или пишем, мы же, в общем-то, самовыражаемся, а потом это, оказывается, кому-то нужно. Ну, кому-то нужно, кому-то не нужно. Главное, что человек себя реализует. Я думаю, что Андрей Анатольевич тоже во многом себя реализует, и в том, что я читаю, я получаю, частенько, истинное наслаждение, когда заглядываю очередной раз в ленту новостей и читаю очередное короткое сет. Я думаю, что как раз, может быть, интеллектуальное продвижение именно в таком формате сейчас лучше всего происходит. Я такие многостраничные книжки пишу, и они откладываются где-то там, где-то откладываются, даже не важно где. А есть формат вот таких пулеметных дробей, которые каждый день выстреливаются. Я там, не знаю, раз в полдоль какую-то книжку выпускаю, а здесь вот идет постоянная работа над собой и постоянно работа с аудиторией, которая сформируется самостоятельно, сама собой. Вот это осмысление эпохи, это как раз, то есть когда она будет осмыслена, она и закончится, и начнется какая-то новая. А пока она не осмыслена, пока вот это столетие, больше уже столетия, все остается какой-то загадкой, и мнение просто столько же, сколько любит. Мы не можем никак выйти из этого XX века, из той трагедии, в которую наш народ попал. Я думаю, что мы в следующей нашей беседе посвятим этому вопросу и снова вернемся к учетку и код. Да, и надо вообще больше разговаривать, потому что чем больше мы разговариваем, и разговаривать надо, кстати, уважительно, что очень важно, потому что, как вот, например, надо учиться у наших друзей-сербов, вот там на всех конференциях, на всех колоклиумах всегда какой-то вот присутствует дух такого-то единения. У нас вот только что забор этого духа не расставят, потому что пытаются доказать какую-то мелкую истину, все сами там, очень путанно все это выражают. И я полагаю, что вот чем больше мы будем разговаривать и там спорить, в итоге сумрует политический язык, на котором мы начнем друг с другом общаться. И тогда внутри вот этого всего непонятного образования, которое называют Российская Федерация, и то, что мы называем Российское общество, или там Россиянское общество, как угодно, наконец-то будет формироваться может быть не один какой-то центр русский, может быть, какие-то, так сказать, несколько русских кластеров, которые будут так начать текотеть друг к другу, и в итоге появится нечто такое, что может уже представлять серьезную политическую силу, которая уже будет подъявлять требования большого масштаба. А пока вот надо говорить, надо, так сказать, находить друг друга, общаться, всем желать добра, помогать и так далее. Ну, собственно говоря, так сказать, приходите на русский марш. Да. Россия русская власть. Да, Россия русская власть. anak ж что-то идет. А 성станктниON. Да. А то есть даже охраняется в космос.